По большому счету с него началась не только история документального кино, но и игрового как такового. Манифест всем людям, которые хотят распробовать, что такое новое искусство кино. Он воспринимал кинематографы, новое искусство, как что-то, что позволит смотреть на мир без посредников. Он работает без привлечения профессиональных актеров, без декораций, без сюжета, без сценария. То есть перед вами, дорогие зрители, произведения не литературного искусства, не театрального, не живописи, а что-то новое другое. При этом, естественно, опирающееся на все вот эти древнеархаичные классические искусства, которые были до него. Льюис Кэролл и Хорхе Луис Борхес, знаменитые писатели, фантазеры, философы и мистификаторы, сделали Дмитрию Зодчему весьма щедрые подарки. Так Кэролл дал фильму замысел, основную идею сюжета и целый набор нестандартных приемов для его исполнения. Борхес, в свою очередь, подсказал, как замесить из разнородных ингредиентов фильм «Винегрет» и украсить его точно новогоднюю елку цитатами. Но все-таки и Льюис, и Луис Хорхе были лишены таких технических возможностей, которые есть сегодня у современных выдумщиков. Да и размер зрительской киноаудитории несравнимо больше мелких литературных тиражей прошлого и позапрошлого веков. Помните, из всех искусств самым важным для нас является кино? Итак, режиссер Зодчи замахнулся на целый фильм. Тогда сам собой напрашивается вывод о том, что существует, видимо, некий кино-отец, оказавший влияние на творчество донецкого самородка. Тогда кто он? Из какой страны? Времени? Или эпохи? Итак, барабанная дробь. Встречайте! Собственной персоной легенда мирового кинематографа Дзига Вертов. Он же самый известный из трех невероятно одаренных братьев Кауфман. Братья Кауфман, ставшие впоследствии известными кинематографистами, родились в конце 19 века в Польше, в уездном городке Белостоке Гродненской губернии. В то время Польша являлась частью Российской империи, а Белосток, вероятно, был тогда самым большим еврейским городом в мире. В нем при населении в 93 тысячи жителей 78% составляли евреи. Старший брат Давид Кауфман, будущий кинорежиссер Дзига Вертов, родился 2 января 1896 года. Моисей, впоследствии Михаил Кауфман, родился 5 сентября 1897 года. Младший брат Борис, возможно, Бору Кауфман. Согласно кинословарю 1986 года, он родился 24 июня 1906 года. Всех троих мальчиков отдали учиться в русские школы. Давида в реальное училище Моисея в гимназию. В русских школах старшие братья стали называть себя уже по-русски Денис и Михаил. Интересно, что они возьмут себе в дальнейшем разные отчества. Вертов будет называть себя Денисом Аркадьевичем, а Кауфман – Михаил Абрамовичем. Помимо школьного образования, братья посещали и музыкальную школу. Денис и Борис играли на фортепиано, а Михаил на баяне. В семье наиболее близким человеком для мальчиков становится их тетя, младшая сестра матери, петербургская студентка Мария Гальперн. Это она подарит Михаилу первую в его жизни фотоаппарат. До этого он делал фотографии с самодельной камерой-обскурой. Первым профессиональным снимком Миши стало собственное отражение в зеркале. Он серьезно увлекся фотографией, много снимал, главным образом – себя и своих школьных друзей. Вообще, Михаил с детства отличался явно выраженной любовью к технике. Денис же рос возвышенной и поэтической натурой. Он рисовал символические образы, писал стихи, создавал музыкально-поэтические композиции. Особенно любил произведения композитора Скрябина. При этом он включал в свои композиции и реальные живые звуки городской среды. Например, шумы лесопильного завода, находившегося неподалеку от дачи Кауфманов под Псковом. Свои произведения он подписывает псевдонимом Дзига Вертов. Дзига по-украински – детская игрушка, волчок или юла. В начале Первой мировой войны кауфманы уезжают в Киев, а затем перебираются в Могилев. Дзигу вскоре призывают в армию. Обладающий тонким музыкальным слухом, Дзига вскоре сочинит слова строевого марша для собственной роты, в результате чего будет направлен военно-кантонистское музыкальное училище в город Чугуев. После февральской революции Вертов решается покинуть Петербург и попытать счастье в Москве. Он поступает на юридический факультет Московского университета, но в конце 1917 года понимает, что римское право еще долго не найдет применения. В таком настроении он окончательно покидает университет. Михаил после окончания Могилевской гимназии тоже отправляется в Москву. В 1918 году Дзига устраивается на работу в Московский кинокомитет в должности секретаря делопроизводителя. Вскоре он уже заведует киносъемкой. Михаил вступает в Красную армию и служит там в качестве военного шофера, а позднее начальника гаража. Летом 1918 года Вертову было поручено смонтировать хроникальный фильм «Годовщина революции». В это же самое время он женится на пианистке Ольге Толум. Ольга была лично знакома с крупными большевистскими деятельницами Надеждой Крупской и Марией Ульяновой. Работала в их секретариатах, агитпоездах и газете «Правда». Сопровождая партийных дам в их многочисленных поездках. С Ольгой Толум Вертов в итоге объехал пол России. Он снимал и показывал непросвещенным массам журналы «Кинонеделя» и «Киноправда». С Ольгой Толум они разошлись в начале 20-х годов. Дзига по этому случаю написал декаданское стихотворение. «Руки требуют, чтобы в единой петле соединила нас на осенний осень». Вертов участвовал в съемках многих важнейших событий переломного времени – подавления Ярославского мятежа, боев под Царицыным, Астраханью и Харьковом, на Южном, Северном и Восточном фронтах. В действии Волжской военной флотилии работал в агитационных поездах Крупской, по Волге и Каме. Он снимал легендарных революционных вождей и различные ответственные события – всероссийские съезды Советов, конгрессы Коминтерна, первомайские демонстрации в Москве, митинги против убийства Карла Либнихта и Розы Люксембург. Михаил Кауфман прослужил в Красной армии всю Гражданскую войну. В 1922 году, перед самой демобилизацией, он работал оператором военной аэрофотосъемки. После увольнения из армии Михаил пришел к брату и был принят на киностудию кинооператором. Довольно скоро он станет лучшим оператором, документалистом и правой рукой Дзиги Вертова. И внесет неоценимый вклад в развитие молодого советского киноискусства. Что касается самого Дзиги, то его творчество высоко ценит сам Ильич. Судя по всему, они были знакомы лично. Кто знает, уж не Вертову ли мы обязаны хрестоматийной фразой Владимира Ильича, а важнейшим из искусств. Во всяком случае, когда Дзига заболеет тифом, Ленин лично, от своих щедрот, пришлет ему все необходимые лекарства и початую бутылку доброго французского вина. После смерти пролетарского вождя, именно Дзига смонтирует фильм о его похоронах. Этот хрестоматийный образ, закоченевшей, замерзшей от горя страны, вид остановившихся фабрик, заводов, поездов и одновременно сотен ревущих гудков, создан был именно Вертовым. Конечно же, без абсолютного и полного доверия со стороны высшей власти страны, такое сверхважное задание Дзиге никогда бы не было поручено. Позднее Вертов создает «Ленинскую киноправду», «Три песни о Ленине» и другие фильмы о «Вожде». Несколько раз в разные годы Вертов снимает Сталина. Но Иосифу Виссарионовичу, судя по всему, съемки Вертова не понравились. Вертов первым из кинематографистов понял, кино не должно имитировать обычное зрение, нужно удивлять зрителя, менять точки и скорости съемки, использовать неожиданные ракурсы, монтировать короткими планами. Монтажер Елизавета Свилова, с которой он познакомился еще в 1919 году, была его верным помощником. Она стала возлюбленной, а в 1923 году и женой Вертова. В 1922 году Дзига публикует текст своего манифеста с ярким и жизнеутверждающим названием «Мы», в котором он объявляет о создании группы «Киноки» от слов «Кино» и «ОКО». И очень похоже на то, что именно Дзига Вертов внедрил в молодой советский кинематограф оккультный одноглазый символизм. А вот этот знаменитый плакат – просто копия Бафомета. Посмотрите сами. А на плакате к фильму «Одиннадцатый» о шахтерах Донбасса и на плакате к фильму «Энтузиазм. Симфония Донбасса» четко просматривается основной каббалистический символ – Эйн Соф, о котором я уже упоминал неоднократно в своих роликах. Кстати, и у Зодчего в фильме «Замысел» этот символ каббалистов встречается неоднократно. Но об этом в другой главе. Киноки под руководством талантливого режиссера снимали быстро, необычно и дерзко. Они старались приезжать к месту происшествия как можно быстрее, желательно раньше пожарных и милиции. Практически они тогда и сформировали весь будущий стиль отечественной оперативной кинохроники. Слава о киноках быстро разлетелась по Москве. Для Михаила середина 20-х годов была временем полного взаимопонимания с Дигой. Он осуществлял самые невероятные и фантастические идеи брата. Они практически все время проводили вместе. Не спали случайно? Все вы спите. На обороте одной из совместных фотографий рукой Михаила написано «Братство». Братья Кауфманы хотели снимать новую революционную жизнь, улавливать хруст старых костей быта под прессом революции. Никаких инсценировок. Жизнь врасплох. В киноглазе Дзига с Михаилом одни из первых в кинематографе смогли обратить время вспять. На экране перед зрителем предстает уже разделанная коровья туша. Но вдруг самым невероятным образом она начинает снова превращаться в быка, мирно пасущегося в стаде. Румяные булки превращаются сначала в тесто, затем в муку, зерно и, наконец, пшеницу, красиво колосящуюся в поле. Для зрителей того времени эта инверсия была настоящим чудом. А сегодня это излюбленный прием. До Вертова и Кауфмана российский кинозритель не видел ничего подобного. Технические и художественные находки и приемы братьев Кауфман неизменно удивляли, шокировали и завоевывали сердца неискушенных зрителей. В киноглазе Михаил показал себя мастером, способным при помощи камеры реализовать совершенно удивительные эффекты. Подпрыгнувшие вверх люди у него вдруг зависают в воздухе. Автомобили и трамваи мчатся с невероятной скоростью или мгновенно останавливаются и внезапно застывают. Спортсмены ногами вверх выныривают из воды и вопреки силе тяготения взлетают обратно на спортивные вышки. Всю аппаратуру для этих невероятных съемок Михаил придумывает, изобретает и конструирует сам из подручных материалов. Например, из банок от любимого сгущенного молока. Тебе что намазать? Меду или сгущенного молока? И того, и другого. И можно без хлеба. Я вообще не понимаю, каким образом это все было сделано в тех условиях, в которых они существовали. Потому что тяжелые камеры, камеры, на которые все обращают внимание. Потому что тогда оператор это был как, я не знаю, ну как сейчас, по крайней мере, президент. То есть на него внимание обращали не меньше, чем если бы сейчас там кортеж появился бы президент на улице. То есть это было примерно по ажиотажу то же самое. Кумира абсолютно. У них пленки было, я не знаю, секунд на 30, на 40. И ты должен что-то такое поймать. Ты сейчас на обычную камеру, в которой можно снимать 2-3 часа без перерыва на карточку, ты сам с трудом можешь поймать из жизни что-то интересное. У этих было всего минута, даже меньше. А они сняли целую эпоху. Они там лежали под поездом, висели на подножках, что-нибудь на ток не делали. Забирались на трубы со высоты, чтобы снять какой-то один кадр. Рисковали абсолютно безумно, потому что там видно, что они вообще без страховок, без всего, просто с риском для жизни снимают. А параллельно они еще снимали, как они снимают, как это происходит. То есть зритель мог видеть, как эти безумные кадры, которые сняты, каким образом они еще снимались. Потому что второй оператор, они еще брали второго оператора и снимали, как этот оператор снимает то, что потом видит зритель. То есть абсолютно фильм о фильме. Уровень этого монтажа, он на сегодняшнем уровне. Но при этом сейчас есть компьютеры, ты при этом за 5 секунд можешь переставить кадрики так, 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 загнать кучу материалов, посмотреть так, потом так, вариант так. А у этих висела пленка. Пленка по 2, по 3, по 4 кадра. Это было завалено все этой пленкой. И ты пленкой это склеиваешь. Причем-то я не был у скотча. Тогда мазали этим клеем. Вот, клеем это склеивали. Потом ты это смотришь. Это не то. Потом ты это должен обрезать, делать, брать эти новые кадры. Это же не компьютер. Тебе нужно опять напечатать все это, опять вставить. То есть я вообще не понимаю, как при этих условиях можно сделать такой сложный монтаж. Там все мелькает. То есть ты сегодня, спустя 100 лет, можешь перелететь 100 лет назад и прямо окунуться в эпоху 20-х годов Москвы. Причем не просто там на улице оказаться. Потому что там они снимают и квартиры, и быт людей, и рынки, и улицы, и бездомных. Настоящих бездомных. То есть ты абсолютно просто полное ощущение, что ты сейчас находишься в 20-х годах, ты там живешь. Кино, в общем, для... Очень важно для тех людей, которые хотят свернуть горы. Которые в себе это чувствуют. И которым нужны вот эти примеры, ориентиры. На которые, вот, например, на которые можно, вот, в общем, уравняться. Это, например, очень интересный кадр, когда все пространство кадра делится на две части. И сверху появляется человек. Снизу у нас изображение камеры. Это называется двойная экспозиция. Как это снято самое главное? Есть объектив. Просто берем какую-нибудь бумажку и до середины закрываем объектив. Камера снимет только то, что, соответственно, попало в верхнюю часть кадра. И проэкспонирует пленку именно на это количество света, которое попало вот так вот сверху. Потом пленка заряжается еще раз. И уже снимается что-то, что попадает в нижнюю половину кадра. То есть с точностью, да, наоборот. Сверху ставится какой-то вот так вот предмет. И экспонируется уже другая половинка кадра на пленке. Что из этого получается, можно видеть прямо здесь. Здесь у нас кадр разделен на две части. Сверху человек, снизу камера. И это, в принципе, уже очень круто. Это шаг к спецэффектам будущего. Еще один крутой фрагмент здесь. Когда мы сначала видим изображение самого кадра. А потом этот кадр как бы обретает жизнь, крутясь в проекторе. И создавая из просто статичного кадра живую картинку. Вот это очень, мне кажется, впечатляло людей тогда, сейчас тоже, когда мы просто видим кадр оживающий. Но теми средствами. Не современной графикой, а теми средствами, которые были просто под рукой. Просто остановить кадр, снять его на какое-то время и его же потом прокрутить. Мне кажется, это очень круто, когда находятся способы сделать эффект вот руками. Practical effects это называется сейчас. То есть сделать какой-то спецэффект из подручных материалов. Еще один прием операторский, который разошелся потом в современных фильмах, я думаю, вы его видели сотни раз. Это голландский угол, так называемый. Просто наклоняем камеру чуть-чуть. И чтобы это не было, чтобы это не выглядело как просто заваленный горизонт из-за неопытности, то наклонять нужно очень сильно, ну градусов 30 хотя бы. Здесь прям под 45 даже уходит голландский угол. В общем, очень круто. Привет Гай Ричи, который часто использует. Что? Фильм рок-н-ролльщик? Нет, Дзига Верта. Кадры, самое главное, очень короткие. Здесь монтаж существенно ускоряется. Ускоряется вот он именно до этого момента, этот монтаж, когда кадрики просто по одному нарезаются и с такой скоростью нам демонстрируются. Тогда, в 29-м году, это сделать было безумно сложно. Это сейчас мы можем просто взять, там, нарезать как хотим, с какой угодно, там, частотой эти кадрики, перемешать друг с другом, посмотреть так, не понравилось переставить, посмотреть так, еще раз, и многократно это все менять. В 29-м была пленка, ты режешь пленку на маленькие кусочки, стыкуешь, смотришь, не нравится. Опять расклеиваешь, переклеиваешь, как тебе хочется, еще раз. Ну, в общем, это колоссальные трудозатраты. Очень круто, что тогда люди это делали, вот, прям своими руками, без всяких компьютеров. Это очень круто, и это настоящее кино. Slow motion, или так называемая замедленная съемка, ну, на самом деле, это все замедленное воспроизведение было уже и до Вертова. То есть, когда люди только начинали снимать на пленку, это первый же эксперимент, что будет, если крутить пленку быстрее, с частотой в 4 раза больше, чем стандартное количество кадров в секунду, а потом воспроизводить это с обычной частотой кадров. И что и при этом получится? Еще один кадр с двойной экспозицией, ну, тут уже работающий именно на историю, именно на ту задумку, которая в этом фильме есть. То же самое, несложно это сделать, просто у вас предмет, которым вы закрываете объектив, какой-то просто сложной формы, круглой или той формы, просто которой вам нужен, вы надеваете. Сначала один раз прогоняете через него пленку, засвечивается и экспонируется только одна часть кадра, а потом эту же пленку вставляете второй раз и снимаете окружение для нее. И получается двойная экспозиция, когда кадр один накладывается на другой, тоже очень круто. Данная техника называется стоп-моушен, вы ее, возможно, видели из современного, наверное, это остров собак Уэса Андерсона, который снят в стиле такой кукольной анимации. Как она делается и как сделан вот этот кадр? Берется статичный объект, снимается, ну, буквально там на пару секунд, потом человек подходит, передвигает его в другую позицию, отходит, снимается опять там пара секунд, опять подходит, передвигает, отходит, опять снимает. Сколько времени ушло на создание вот этих, например, там, пяти секунд, это, наверное, те же самые пять часов или и того больше, то есть сколько разных движений нужно поснять, а потом это намонтировать еще по кадрику, отрезав все эти движения. Получается вот такой клевый эффект, который мы видим здесь, и, например, все кукольные мультфильмы, как я уже сказал, снимались по такой же технологии. Вот еще один пример очень крутой двойной экспозиции, который работает именно на задумку режиссера. Что хотел сказать он именно этим кадром, в принципе, понятно. Человек с камерой снимает, наблюдает за всеми прохожими, он, как бы, становится свидетелем всех этих событий, но рассказать это вот так вот, с помощью такого эффекта, это вдвойне круто, и смотрится сейчас, на удивление, свежо. Чтобы запечатлеть индустриальную поэзию на экране, Михаил без всякой страховки проводит съемки на огромной высоте, стоя на крюках подъемных кранов, забирается в ковши для бетона, мчится с камерой на полном ходу над резиной и на подножке паровоза. Во время съемок в металлургических цехах он так близко подходит к домнам, что у него сгорают подошвы ботинок, а плечи вскоре покрываются язвами от попавших на них брызг расплавленного металла. Вообще, Дзига Вертов и Михаил Кауфман абсолютно отчаянные парни и настоящие профессионалы своего дела. После «Киноглаза» Вертов становится культовой фигурой в советском кино. Его фильмы имеют яростных сторонников и неистовых противников. Критики его хвалят и низвергают. Художники рисуют на него шаржи, а родная студия вдруг берет и увольняет. За бесплановость в работе и несоблюдение сметы. Дзига Вертов, Михаил Кауфман и Елизавета Свилова вынуждены уехать из Москвы. Следующие три с половиной года они живут и работают в Украине, главным образом в Киеве и Одессе. Время бежит, а братья Кауфман с трудом сдерживают разрастающуюся между ними неприязнь. Михаилу не нравится многое из того, что делает Зига. Это главным образом эстетические расхождения, но они вскоре неминуемо переходят и на их человеческие отношения. Михаил профессионально и интеллектуально давно созрел для самостоятельной работы. Он хочет снимать свое собственное кино. Ему по душе рискованные съемки, в которых он ловит кураж от собственной смелости и мастерства. Брат мешает ему, подавляет и сдерживает развитие его индивидуальности. В результате братья навсегда разошлись в творчестве. Их отношения и в жизни уже никогда не будут столь сердечными, как раньше. Но отдадим должное и Дзиге, ведь это он задумал и осуществил этот шедевр. Полнометражный неигровой фильм «Человек с киноаппаратом». Термин «неигровое кино», кстати, ставший ныне общепринятым в среде кинематографистов, тоже принадлежит Вертову. А фильм «Человек с киноаппаратом», далеко обогнавший свое время, вошел в десятку лучших неигровых фильмов всех времен. Интересно, что к моменту выхода на экраны фильм многим не понравился. Критики всех мастей буквально обрушились на картину и яростно обвиняли актеров в игнорировании интересов пролетариата, безвкусицы, формализме и высокомерии. Этот самый гениальный фильм Дзиги Вертова одновременно и самый обруганный его фильм. Вертов откровенно презирал игровое кино и считал его опиумом для народа, отвлекающим массы от социальных проблем. Отстаивая свою позицию, он вступил в конфронтацию с Эйзенштейном и другими известными лицами того времени. Лиля Юрьевна Брик, муза русского авангарда, даже сняла оппозиционный относительно творчества Вертова фильм «Стеклянный глаз». Вертов все же отстоял свой фильм, который долго не пускали из-за конфликта в прокат, обосновывая это тем, что зритель не поймет фильма, фильм вышел. Он принес Вертову мировое признание. Дзига победил. «Симфония Донбасса» или «Энтузиазм» стал для Дениса Кауфмана и молодой страны советов первым звуковым документальным фильмом. В нем Вертов воплощает свои мечты о звукозрительном синтезе, с которым он начал экспериментировать еще в Белостоке. Помните опыты с музыкой Скрябина и реальными шумами лесопилки? Впоследствии этот метод получит название конкретной музыки. Вертов гениален в этом фильме. Его образы достигают поистине психоделической выразительности. Чаплин, посмотрев «Симфонию Донбасса», называет фильм «одной из самых волнующих кино-симфоний, которую я когда-либо видел и слышал». Вертов искренне пытается угодить власти и соответствовать духу времени и эпохи, но вот самой власти он уже почти не нужен. Вышедший на экраны фильм «Три песни о Ленине» имеет большой успех, но очень быстро сходит с экранов. Вертов так никогда и не понял, почему. В 1934 году в Большом театре отмечают 15-летие советского кино. Но Вертова награждают странной, хотя и боевой наградой Орденом Красной Звезды. Дзига всю жизнь носит его на груди, правда с внутренней стороны пиджака. Предположу, что в перевернутом виде, чтобы никто не видел. В 1938 году Дзига снимает свой последний значительный и заметный фильм. Колыбельное Наконец реализуется его давняя мечта сделать фильм о женщинах. Фильм был выпущен на экраны, но через 5 дней снят с проката. Для Вертова это настоящая катастрофа. Впрочем, Дзиге, как и в Первую мировую войну, снова отчаянно повезло. Ведь в эти смутные для страны годы его вполне могли и расстрелять. Например, за третьего брата Бориса, живущего во Франции. Но обошлось. Во время войны Вертов был эвакуирован в Алма-Ату. Они с Елизаветой Свиловой выехали из Москвы последними из кинематографистов. Он неоднократно просился на фронт, но его не пускали. В Казахстане Дзига сделал несколько фильмов, изуродованных цензурой. Монтировал фронтовые киножурналы, пытался создать творческую лабораторию, но этот замысел, как и все другие, не был реализован. Дзига Вертов больше не был нужен власти. Его последний фильм «Тебе, фронт», сделанный в конце 1943 года, получает третью категорию и выпускается в очень ограниченный прокат. Дзиге приказано оставаться в Москве. Его жена Елизавета Свилова еще более полугода пробудет в Алма-Ате. Последние 10 лет Вертов работает в киножурнале «Новости дня», который был воплощением всего, что он ненавидел. Официозности, помпезности, фальши. Максимум, что ему давали делать – это отдельные сюжеты для киножурнала, а потом лишили и этого. Вертов окончательно замкнулся в себе и почти не выходит из дома. По ночам, во время бессонницы, он вспоминает прошлое и делает записи в дневнике. Фотографий последних 15 лет его жизни почти нет. Он больше никому не интересен. Когда однажды его спросили, как он себя чувствует, он ответил, «Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь». Дзига Вертов умер. Далее он заболеет раком желудка. О судьбе Бориса Дзига и Михаил долго почти ничего не знали. Контактировать с братом, живущим в капиталистической стране, было смертельно опасно. В начале 50-х годов Дзига снова подружится с Михаилом, его молодой женой и сыном. Это единственное, что скрасит его одиночество и последние дни. Через три месяца после начала болезни, 12 февраля 1954 года, Дзиги Вертова не стало. Если Борхес старался вместить вечность в формат короткого эссе, рассказа или стихотворения, то Дзига Вертов каждый кадр кинопленки и каждую считанную секунду времени сумел запечатлеть в вечности. При помощи специальных приемов съемки и монтажа он превратил документальное кино в непрерывный психоделический эксперимент, в котором принимала участие вся молодая страна, а за ней и весь мир. Вертов и его киноглаз это своеобразный генератор невиданных ранее смыслов и небывалых до сего времени образов, грандиозных свершений новой индустриальной эпохи. При помощи созданного им киноязыка Вертов воспевает станки и машины так, как обычно поэты воспевают бурю и грозу. Стальные поршни и маховики под чутким руководством человека-волчка двигаются на экране в четко заданном ритме, словно в дивном механическом танце, завораживая сознание массового зрителя и вызывая у него гордость за сопричастность к великим процессам и изменениям. Правда, поэтизируя и очеловечивая неодушевленные предметы и механизмы, Вертов словно не замечает, как все меньше и меньше значения в этих процессах для него имеет отдельно взятый человек со своей тонкой душевной организацией и индивидуальными переживаниями. Маховик времени запущен и его верный кинопастырь Дзига Вертов, искусно поддающий жару разгоняющемуся составу, конечно же, действует не сам по себе, а в рамках четко заданной программы кукловодов. Не верите? Смотрите сами! С чего начинается самый первый фильм Дзиги Вертова? До с пьяных танцующих крестьян с детьми! А музыка-то какая! Мммм, заслушаешься! Ну как русскому человеку может такое не понравиться? Вот где настоящая пропаганда пьянства! Кстати, у Дмитрия Зодчева, как и ранее, у Дзиги Вертова, сквозь конву сюжета прорывается слабо сдерживаемое презрение по отношению к самому обычному русскому человеку. Недаром на роль мыслителей в фильме Зодчи пригласил трех завзятых алкашей. Видимо, по его мнению, это и есть предел мыслительных способностей сегодняшних жителей русского пространства. Все, кто это затевают, затевают вот это все этим людям не адресовываю. Да играйтесь! Или вот еще момент. Каким интересным образом Дзиги разрешили показывать на большом экране пиписьки мальчишек-пионеров? А как вам роды прямой наводкой во весь экран? Слабонервным и стеснительным не смотреть? Лиха беда начала, как говорится. Не отсюда ли растут ноги новой нормальности, размывания традиционных ценностей и откровенной пропаганды порнографии? Кто-то, возможно, скажет, что это отдельно взятый кинохудожник просто взял и вышел немного за рамки допустимого. А я отвечу. Знаете, чем дизайнер отличается от свободного художника? Дизайнер вынужден проявлять свои таланты в рамках четко обозначенной маркетинговой стратегии. И основная его задача это создание ярких, но понятных для аудитории образов, решающих совершенно конкретные бизнес-цели и задачи. Посмотрите работы Дзиги Вертова сейчас, спустя 100 лет, чтобы увидеть гениальное документальное кино, иногда с оттенком ошеломляющего цинизма, совершающие беспрецедентные манипуляции с сознанием десятков миллионов неискушенных зрителей. Дзига Вертов буквально взломал массовое сознание и внедрил в него новый вид искусства. Кино без сценария, без профессиональных артистов, без декораций. Он вкрутил болт в головы советского гражданина. В принципе, Дзига Вертов и его кино это лучший образец для людей, которые хотят свернуть киногоры. Оно масштабно, оно революционно, оно не знает преград, оно пример создания принципиального, нового вида искусства. И наконец, я расскажу вам одну удивительную историю. Было и есть в русском языке слово вертеть. От него далее возникло слово вертмен. А далее оно путем эволюции менялось, упрощалось и так превратилось в итоге в привычное и понятное нам слово время. Так что Дзига Вертов в своем псевдониме изначально заложил одно из важнейших понятий, с которым планировал проводить эксперименты на экране. И как любому новатору в искусстве, ему, конечно же, очень хотелось оставить во времени свой яркий, запоминающийся след. И ему это, безусловно, удалось. Дзига Вертушка, Дзига Волчок, Вертов Вращение, Вертов Время. В общем, Дзига Вертов выбрал просто идеальное имя для документалиста, стремящегося в своих работах запечатлеть время. Кино – это запечатленная вечность, вечность в кратких эссе Борхеса, секунды, запечатленные Вертовым и оставшиеся в вечности. Для любого творческого человека всегда важно оставить что-то после себя, что не сгорит до конца в кострах времени и однажды проявится снова. Как птица Феникс, но о ней тоже позже. Вертов создавал свой совершенно новый киноязык, очищенный от какого-либо влияния литературы, театра и других видов искусства. Режиссер Зодчий, видимо, тоже ищет свой язык. Ведь наступающие дивные времена ядерных закатов снова требуют неординарных решений. Да и зритель сегодня весьма избалован, не так ли? Да что там избалован? Он уже развращен и откровенно пресыщен зрелищами. Пример Дзиги Зодчего, конечно, вдохновляет. Тем более, что речь идет аж о переформатировании сознания людей, живущих в русском пространстве. Как говорил Андрей Тарковский, с появлением документального кино человек получил в свои руки матрицу реального времени. Каждый кадр это живая история, обретающая на глазах документальное подтверждение имен и событий. На мой взгляд, Зодчи по-любому лишь инструмент в чьих-то руках, а отнюдь не свободный художник. Так же, как и искусственный интеллект, это всего лишь цифровой инструмент, за которым скрыты чьи-то конкретные бизнес-интересы, как и за любыми подобными проектами и технологиями. Дзигой управляли и направляли его творчество в нужное русло. В итоге он пришел к манифесту «Мы». Вы только послушайте текст этой декларации. Зачитаю не полностью, ссылка будет в описании. Цитирую. «Мы называем себя киноками, в отличие от кинематографистов, стада старьевщиков, недурно торгующих своим тряпьем. Мы не видим связи между лукавством и расчетом торгашей и подлинным киночеством. Психологическую русско-германскую кинодраму, отяжелевшую видениями и воспоминаниями детства, мы считаем нелепостью. Американской фильме авантюры, фильме с показным динамизмом, инсценировками американской пинкертовщины. Спасибо за быстроту смен изображений и крупные планы. Хорошо, но беспорядочно, не основано на точном изучении движения. Ступень выше психологической драмы, но все же безфундаментно. Шаблон, копия с копией. Мы объявляем старые кинокартины, романсистские, театрализованные, и прочие прокаженными. Не подходите близко, не трогайте глазами. Опасно для жизни, заразительно. Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть кинематографии необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее. Мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь. Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра. Ищем своего нигде не краденого ритма и находим его в движениях вещей. Мы приглашаем вон из сладких объятий романса, из отравы психологического романа, из лап театра любовника, задом к музыке, вон в чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями, три измерения плюс четвертое время, в поиске своего материала, своего метра и ритма. Психологическое мешает человеку быть точным, как секундомер, и препятствует его стремлению породниться с машиной. У нас нет оснований в искусстве движения уделять главное внимание сегодняшнему человеку. Стыдно перед машинами за неумение людей держать себя. Но что же делать, когда безошибочные манеры электричества волнуют нас больше, чем беспорядочная спешка активных и разлагающая вялость пассивных людей. Нам радость пляшущих пил на лесопилке понятнее и ближе радости человечих танцулек. Мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями. Наш путь от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку. Вскрывая души машин, влюбляя рабочего в станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, мы вносим творческую радость в каждый механический труд. Мы родним людей с машинами, мы воспитываем новых людей. Новый человек, освобожденный от грузности и неуклюжести, с точными и легкими движениями машины, будет благодарным объектом киносъемки. Развинченным нервам кинематографии нужна суровая система точных движений. Киночество есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и времени. Мы в поисках киногаммы. Мы падаем, мы вырастаем вместе с ритмом движений, замедленных и ускоренных, бегущих от нас, мимо нас, на нас, по кругу, по прямой, по эллипсу, вправо и влево, со знаками плюс и минус. Кино есть также искусство вымысла движений вещей в пространстве. Мы приветствуем закономерную фантастику движений. На крыльях гипотез разбегаются в будущее наши пропеллерами вертящиеся глаза. Да здравствует поэзия двигающей и двигающейся машины, поэзия рычагов, колес и стальных крыльев, железный крик движений, ослепительные гримасы раскаленных струй именем первого организационного собрания киноков Дзига Вертов. Да уж. Знатная ересь про симбиоз человека с машиной, про любовь колхозника к трактору. Это какой-то новый вид вообще отклонений, да? Есть такое где-нибудь в медицинских справочниках? Никто не знает. Наверное скоро появится любовь с роботом. В фильмах же показывают, вон к примеру, было же в фильме, как же, Я машин, вот фильм. Капец он там спал с роботом. Зачем ты наделил ее половыми признаками? Ведь роботу пол не нужен. У нее между ног отверстие с обилием сенсоров. И при должном воздействии поступает реакция удовольствия. Так что, захоти ты ее поиметь, ты мог бы. И ей понравится. Ты тоже когда-то был таким запрограммирован. Нет, никто меня не программировал. Ты за себя решил? Бред, конечно, ты запрограммирован природой, воспитанием или тем и другим. Я уже молчу про сериал «Мир Дикого Запада», где живые посещали этот парк для того, чтобы потрахаться с роботами. Вот это вот примерно то же самое, только это 1920-й ребята любовь тракториста к трактору воспевают. Это не просто ересь, а выведение нового типа человека, но не с человеческими качествами, а с механистическими удобными системами. «Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему?» Отвергается чувство, отвергается человечность. Если тот же Эйзенштейн показывал именно живую реальность, то у этих киноков отвергается все, что основано на чувствах, все живое. Если мы смотрим с позиции тех, кто за этим зиганутым стоит, то это ровно те же мировые планы, что и сейчас. Мы это позиция тех, кто за кулисой, а Давид Дзига Вертов Кауфман их рупор от заведенного патифона. Сегодня в России внедряется социальный рейтинг под все тем же названием «Мы». Это система алгоритмов, которая по ряду критериев оценивает полезность человека для государства, после чего гражданину присваивается соответствующий уровень в рейтинге. Налаживается все потихоньку. Лет семь назад отменили отчество, на днях вышел закон отменяющий имена, каждый получит персональный номер, теперь удобно будет, а то ходила куча одинаковых Андреев, Татьяна да Степанов. Вспомним, что в далеком 1920-м первым в этом направлении был Евгений Замятин со своей антиутопией «Мы». Там также предполагалось делить россиян на классы по признаку полезности для государства. А не та ли эта система каст, полезность которой нам пытается подсунуть Зочи? Наведите порядок в кастах. Каждый должен быть на своем месте. Рабочий трудится и растит детей. Делец питает и распределяет. Воин защищает и управляет. Зочи точно такой же рупор глобалистов поклоняющихся Люциферу. Они которые мы в течение 100 последних лет не изменили своих целей. Более того именно сейчас они подошли вплотную к тому самому моменту когда им кажется что они вот-вот достигнут этих целей. Человек служебный человек цифровой. Сто лет назад они называли его электрически через Дзигу Вертова. Поскольку электричество тогда было в светом в окне. И именно Дзига Вертов под протекторатом Ленина продвигал электрификацию. К сожалению это не ересь а четкий план порабощения человечества. Меняются только приманки и обертки от конфет для профанов. А цели остаются те же и это страшные безумные цели. Мы это лучшая краткая формула для подмены понятий на русском пространстве. Система дала Дзиге невероятные возможности для реализации своих планов в нужном русле. А когда он все сделал сломала вертушку переживала волчка и выплюнула бездыханное тело без малейшего сожаления Система сложнейший механизм самодеятельность недопустима Помните у Маяковского единица кому она нужна голос единицы тоньше писка кто ее услышит разве жена и то если не на базаре а близко все эти люди Кэрол Борхес Дзига Маяковский знали насколько сильно идеи влияют на умы и владели искусными инструментами В первую очередь для создания идей произведений и ярких образов внутри себя это мышление ум фантазия и воображение Во вторую очередь художественными инструментами творца это уже талант опыт художественные навыки а также среда и обстоятельства в которых творит художник среда и обстоятельства что у Кэрола что у Борхеса что у Вертова дали им возможность творить но на определенных условиях очень конкретных и жестких у привносить талант Может Зочи практически в одиночку что-то сотворил, как Борхес, как Дзига? За ним, безусловно, стоят, как всегда, в голову фанатика уже вложенные идеи. Ему даны средства и возможности, чтобы принять эстафету. Он даже саму легенду появления идеи стырил у Борхеса. Тот все говорил про вспышки и озарения, но в случае с Зочи это очень неправдоподобно, хотя и очень удобно. Где прежнее озарение Зочи? Где начало и продолжение его творческого пути? Где хоть что-то личное от режиссера Зочи в его замысле? Основная легенда от Дмитрия Зочи для круга близких, это то, что сценарий ему приснился. Позвольте, но эта мазь под названием «Приснилась во сне» предназначена для профанов, ибо наполнение простенького на первый взгляд сценария, тьмой ребусов, оккультных символов и фраз, взятых от разных личностей и из разных времен, во сне присниться не может. Вертов был настолько талантлив, что ему мешал сценарий. Он намеренно не выкладывал никаких словесных конструкций заранее. Во-первых, избегая плагиата. Во-вторых, опасаясь, что у него начнут красть идеи и образы. Сложно представить, как он все это сводил без сценария, как в этом ориентировался. Но это именно тот творческий процесс, который описывает Борхес. Когда что-то появляется из ничего, из хаоса, в процессе, у Дзиги прямо пунктик на этот счет. А вот Зочи сам внутри себя чем наполнен? Уже очевидно, что он взял чужие идеи на вес, как когда-то покупали гвозди, и воспользовался новейшими технологиями. И пошел-поехал процесс под названием «Я его слепила из того, что было». И вот уже 4 года все пытаются уловить мысль гениального художника нового времени Дмитрия Зодчева. А ведь наиболее внятные его мысли изложены вовсе не в фильме, а в его так называемом первом интервью, сделанном в пещере посреди Донецкой степи в 2020 году. Там и прорывается его нескрываемая ненависть к русским. А через его странный фанатизм проглядывают уши тех, кто дал ему возможность творить. Точнее, пока это всего лишь проба пера, разминка мышц и репетиция в преддверии будущего спектакля. Режиссер Дмитрий Зодчи ждет обещанного ему кем-то наступления на наш старый привычный мир. Мастер Зодчи спит и видит во сне апокалипсис. Цитирую. У нас везде красиво, где наш человек не влез и ничего не построил. Наш – это который думает и говорит на русском. Тот, который всюду строит руины. Речь именно о русском пространстве и проекте, который будет построен на его просторах и вместо уродливых руин Российской Федерации. Русский человек сможет преобразиться только тогда, когда ангелы вышибут прикладами автомата в двери. Значимые лечебные процедуры. Гражданская война. Громкая фаза битвы конца. Внешняя интервенция. Потеря территорий и части населения. Замысел создавался не ради зрителей и не с целью кому-то понравиться. Мои задачи – планирование строительства нового на руинах старого. От смысловых оснований до визуальных воплощений. Концептуальный дизайн, если так будет понятней. А также выявление и подготовка тех, кто будет строить. А в это время интервьюер по фамилии Трегубов спрашивает Зочева. «А что, если люди не примут ваш проект будущего? Допустим, по какой-то причине не понравился им?» Зочи отвечает в своей пещере. «А у них никто спрашивать не будет. Мы ничего не предлагаем, а лишь уведомляем. Те, кому не понравится, будут выброшены на обочину. Дальше за горами горя нас ждет настоящая русская осень во всей красе. Это пронизывающие ветра, ядерный закат и сумерки, захватывающие дух. Там, где свержение лжи и торжество правды». Цитата закончена. Ссылку на полное интервью оставлю в описании к ролику. Вот только мы в интервью Зочева – это не Зочи и русские, а с точностью да наоборот. И что печально, даже нельзя сказать, что фильм «Замысел» – это полное «Г». Иначе бы столько ищущих и мыслящих не зависли в этом, и я сам в том числе. В том-то и «Замысел», друзья. В том-то и «Замысел». Главное назначение этого шедевра – это красивая продуманная ловушка для умных. Плюс тестирование технологий искусственного интеллекта. Тех самых новых инструментов, о которых говорит Зочи в интервью. «Фильм имеет определенное количество целей. Каждая в своей отрасли. Об одной из них сказал выше. Есть и внешняя видимая цель – добиться посредством звука, изображения и других инструментов того, чтобы шестеренки в головах заерзали, заскрежетали и начали вращаться». И вот этот самый инструмент оказался в руках у купца-любителя из Донбасса. Посмотрите, что происходит. Они, которые «Мы», выкладывают фильм и народ писает кипятком. Ах, какой талант у Зодчего. И это наглядно доказывает, сегодня можно показывать что угодно. Зрители не способны мыслить критически и анализировать кинопродукт. В головы масс опять можно вкладывать любые идеи и вкручивать любые шурупы. И управлять, как и сто лет назад. Сегодня технологии вытеснили талант окончательно. Замысел – фильм, проектирующий будущее. Это и есть ответ на то, кто есть сам Зодчий. Он – это пилот самолета, направленного в башню нашего старого мира. Виртуальный пилот самолета, разрушающий наши мозги. Им, которые «Мы», очень нужен хаос в наших мозгах. Именно так они стирают все старое, а потом они начнут внедрять туда свои образы. Кино – это последнее появившееся из искусств. Но по влиянию оно самое мощное и влиятельное. Так как впитало в себя все предыдущие искусства. Можно, конечно, поспорить с этим утверждением. Ведь сегодня игровая индустрия стремительно принимает эстафету первенства захвата внимания. Наши чувствительные каналы восприятия отличаются друг от друга по силе воздействия на них извне. Радиореклама, например, задействует только аудиальный канал. Поэтому, если в первые рекламные секунды ничто не зацепило уши рекламной аудитории, то уже и не зацепит. Слушатели уже переключили свое внимание на что-то другое, более интересное для них. А вот музыка влияет на человека невероятно сильно, поскольку построена на гармонических созвучиях и даже имеет сюжет-мелодию, которая влияет на наши эмоции, воображение и духовное наполнение. А это на порядок выше, чем влияние на ум. Поэтому, даже бездарный текст, положенный на удачную музыкальную композицию, не останется незамеченным. Зрительный контакт с объектом обладает несравнимо большим воздействием на нас по сравнению с аудиальным. Но он не всегда информативен. Другое дело, если эта визуализация имеет сюжет, двигается на экране, сопровождается голосом диктора, закадровым текстом и музыкой. Это телевидение. И все-таки, при просмотре обычных телесюжетов, мы все еще достаточно сильно контролируем процесс. Даже в театре, испытывая бурю эмоций, мы все равно понимаем, что это театр. Это актеры, играющие роли. Что наша жизнь? Игра! Другое дело, кино. Оно задействует все имеющиеся каналы воздействия на зрителя. И сильнейший из них – ассоциативный канал восприятия информации. Кино выключает наши ощущения реальности и уносит нас в вымышленные миры. Именно кино является наиболее привлекательным инструментом воздействия на массы с точки зрения тех, кто управляет вниманием зрителя. А теперь поясню, как мы вышли на Давида Кауфмана Вертова. В сообществе Донфильм ВКонтакте, под одной из моих первых распаковок к фильму «Замысел» от 2 августа 2020 года, до сих пор висит пост от некоего Андрея Патрушева. Пост не удаляется, и реакции на него никакой нет адекватной со стороны Дмитрия Зодчева. Итак, кавычки открываются. Было расследование в телеге. Этот замечательный человек – Даниэль Танай. Танай – от слова «строить» или что-то подобное. Маленьким его украли донецкие цыгане. И перекрестили в Дмитрия Купцова. Фамилию буквально чуток изменил на всякий случай. А родители в скорби и безысходности в 90-х уехали на ПМЖ на обетованную. В середине 2000-х его нашла родня через знаменитых донецких бандитов и сыщиков. Но уезжать в Израиль он отказался, так как к тому времени уже был достаточно в знаниях. Что где родился, там и нужно топать по жизни. Творческий псевдоним Дмитрий Зодчий. Известен хорошо в определенных кругах Донецкой области. Фотки выкладывать не буду. Кто очень захочет, сам сможет раскопать, если напрягется. Прошу Дмитрия Николаевича меня понять и простить. Если что, все равно рано или поздно вся инфа всплывет. Кавычки закрываются. Еще тогда, почти 4 года назад, я написал этому Патрушеву и спросил ссылку на то расследование в Телеге. И знаете, что он мне ответил? Что у меня недостаточно регалий для того, чтобы он со мной этим поделился. Как вам такое нравится? Да и куда там простым ассенизаторам, до реформаторов русского пространства, которым достоверно известно, как оно там на самом деле. Да вот только смотрите, не захлебнитесь в собственных испражнениях, когда ассенизаторы завершат свою работу. Итак, купец с немецкого, как один из вариантов перевода, означает Kaufmann. Немецкий язык составляет основу пси-программирования у иллюминатов. Но самое главное, эта же фамилия, только с одной буквой «Н» на конце. Она уже еврейская. Kaufmann. Вспоминаем из поста Патрушева. Маленьким его украли донецкие цыгане и перекрестили в Дмитрия Купцова. Фамилию буквально чуток изменил, на всякий случай. Kaufmann в России полным-полно. И то гений искусств различных, то миллионеры и члены инвестиционных фондов, то просто какие-то беспредельщики украинские, заимевшие в свой карман целые аэропорты и прочее на Украине. И самые яркие и талантливые представители недавнего прошлого этой вымышленной еврейской фамилии. Это братья Kaufmann. В общем, я считаю, что пост от Патрушева в ВК и первое интервью Зодчева в Донецкой степи – это часть проекта от любителей многоуровневых треугольных шарат. А на сегодня, друзья мои виртуальные, более чем предостаточно. И можете кидать в меня свои гнилые абрикосы, которые я так успел полюбить за все эти годы. Всех обнял. Субтитры подогнал «Симон» Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться.